Должна ли женщина приносить деньги в семью или же в отношения? Я не верю ни в какие 50 на 50, потому что постоянно нужно торговаться, постоянно нужно договариваться, где чья очередь и так далее. Мужчина должен пахать, мужчина должен работать. Если мужчина работает на 100% обеспечить, это зависимость от мужчины. Женщина перестает развивать сексуальность и женственность и превращается в мамку. Истина проясняется в стрессовых ситуациях. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я дипломированный психолог, магистр психологии. Прежде чем мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и обязательно смотрите это видео до конца. Должна ли женщина работать в отношениях? Должна ли женщина приносить деньги в семью? Должна ли женщина зарабатывать деньги для отношений? Какой финансовый бюджет, финансовое распределение в отношениях с мужчиной? Эти и другие вопросы прямо сейчас мы будем выяснять. И здесь есть несколько вариантов, есть несколько концепций. Я думаю, что из этих концепций вы сможете выбрать то, что вам больше всего подходит. Итак, первая концепция, она звучит так. Вот то, как вам удобно и как вам нравится с мужчиной, так и есть правильно. То есть, например, вам комфортно 50 на 50. У вас распределение бюджета 50 на 50. Вам комфортно, вам нравится, вы счастливы, улыбаете, все круто. Значит, для вас, для вашей семьи, для ваших отношений это правильно. Если для вас комфортнее и приятнее, когда женщина зарабатывает денег больше, чем мужчина, либо обеспечивает мужчину, прекрасно, значит, для вас это правильно и замечательно. Либо же у вас мужчина зарабатывает 100% денег, женщина тоже зарабатывает деньги, но она как бы неответственна, да, то есть она тратит там куда хочет эти деньги. И вам комфортно нравится. Значит, для вас это правильно. То есть, первая концепция это правильно, это то, как вам нравится, то, как вам комфортно. Второй вариант, частый, это 50 на 50. Все должно быть пополам, мы команда, да, у нас общий бюджет, мы вместе работаем, у нас такой некий европейско-американско-иностранный взгляд 50 на 50. Здесь есть нюансы, которые вам нужно учитывать. Очень многое зависит от того, в каком периоде, этапе находятся ваши отношения. Ну, то есть, если вы влюблены и очарованы, ну, это одно. Если у вас конфетно-букетный период и, ну, знаете, какие-то первые, условно, первые три года отношений, грубо говоря, да, это когда все прекрасно, вы можете сказать, да, 50 на 50 мне устраивает. Истина проясняется в стрессовых ситуациях, в конфликтных ситуациях. Я утверждаю, что мой опыт, да, из 2014 года обучаю женщин, десятки тысяч выпускниц разных программ. И поэтому я знаю, я понимаю, о чем я говорю. То есть, у меня есть статистика. И вот что я вижу, что обычно 50 на 50 скатывается к тому, что женщина в итоге зарабатывает больше. Женщина развивается в итоге, как мужчина, больше, быстрее, дальше. У женщин в итоге претензия, почему я развиваюсь, а мужчина не развивается. И это в крайний случай может скатиться, что мужчина становится, ну, неким альфонсом, да, неким слабым мужчиной, у которого ничего не получается. Поэтому я не верю ни в какие 50 на 50. Знаете, вот любая ответственность, которая разделена на 50 на 50, это отсутствие ответственности. Я считаю, что в отношениях есть разные сферы. Например, там, проведение досуга. Ну, кто-то один должен ответственный быть за организацию, там, за еду. Да, кто-то один должен быть ответственный готовить, либо обеспечивать едой, ну, в смысле, там, доставки, либо готовить эту еду, да. Потому что, вот если за границей взять, кажется, вот там 50 на 50. Но если посмотреть грубо, в большинстве случаев нет никого 50 на 50. Они 50 на 50 работают, но в итоге все равно женщина больше ответственна за уборку. И женщина больше ответственна за ребенка. Да, есть мужчины в Европе, которые тоже с детьми гуляют, и реально 50 на 50. Но в большинстве случаев это нифига не 50 на 50. Поэтому я считаю, что 50 на 50 это опасная штука. Потому что постоянно нужно торговаться, постоянно нужно договариваться, где чья очередь и так далее. И я, лично я, мое субъективное мнение, я против этой позиции. Я считаю, что это неэффективно. То же самое это неэффективно в бизнесе, когда есть, например, там какой-то отдел. Должен быть один руководитель ответственный. Не бывает у одного отдела два ответственных руководителя с одинаковыми функциями. Понимаете, да? Есть отдел маркетинга. Там один руководитель, не два. Отдел продаж, там один руководитель. Понимаете? И это позволяет эффективно управлять компанией. Когда за какую-то функцию отвечает несколько человек, это хаос. То же самое и в отношениях. Третий вариант, за который я, скажем так, приветствую, я поддерживаю, это когда мужчина обеспечивает отношения на 100%. Это финансовая ответственность мужчины. При этом женщина может работать, может не работать. Есть женщины, которые абсолютно комфортно и классно чувствуют себя в роли мам. Да, в роли, ну, не только мамы, в роли жены, мамы, развития семьи. И ничем эта женщина еще не занимается. Ей комфортно. Есть женщины, которые при этом еще каким-то делом любимым занимаются, небольшим там бизнесом, какой-то работой там на неполный рабочий день. И они это делают в кайф, а не потому, что нужны деньги, чтобы выплатить кредит или рассрочку. Вот я за такую позицию, что мужчина должен пахать, мужчина должен работать. И это головная боль, так сказать, и ответственность мужчины. И знаете, в моем окружении много мужчин, скажем так, разных и преуспевающих, целеустреленных, уже успешных. Да, и для них это абсолютно нормально. И от этого мужчина становится более мужественным. От этого мужчины, наоборот, еще лучше, больше получается дела. Я не хочу сейчас переубеждать тех женщин, которые говорят, «О, если мужчина работает на 100% обеспечит, это зависимость от мужчины». Но еще раз я говорю, что я же вас не загоняю в золотую клетку. И не говорю, что вы должны быть там только семьей заниматься. Но мы сейчас говорим про финансовую ответственность. Поэтому, возвращаясь к теме, должна ли женщина работать. Я считаю, что женщина должна быть увлечена. Если у вас нет увлеченности какой-то, от которой у вас горят глаза, от которой ваша личность расцветает, это может влиять, плохо влиять на отношения. Поэтому, да, я считаю, что женщина должна работать. Но это комплексное слово «работать», что значит «работать». Это может быть хобби, это может быть небольшой бизнес. Это какое-то дело, в котором женщине интересно развиваться. В редких случаях, если вы супер, знаете, вы супер развитая личность, и тогда, конечно же, вы можете заниматься только семьей, и при этом не тонуть в роли матери, не тонуть в рутине мамки, знаете, когда мужчина уже живет не с женщиной, а с матерью детей. Вот это не сексуально, да. Там, где пропадает сексуальность, да, там, где женщина перестает развивать сексуальность и женственность, и превращается в мамку и в домохозяйку. Вот этого точно не должно быть. Поэтому я видел только, ну, развитые личности, когда женщина занимается только семьей, и при этом ей удается быть интересной, сексуальной, женственной, при этом быть хорошей мамой, при этом следить за домашним уютом, не обязательно своими руками, а с помощью помощниц, которые оплачиваются финансами мужчины. Поэтому, если у вас, как у женщины, на первом месте бизнес или работа, это будет влиять на отношения, это будет влиять на качество мужчин и качество отношения мужчин к вам. Потому что, если вы замужем за бизнесом или работой, ну, значит, это так и есть, да, тогда не жалуйтесь, почему нет мужчин в вашей жизни, или не жалуйтесь, почему отношения с мужчиной портятся. Также, если женщина на первом месте, у нее быть мамкой или быть домработницей, часто это совмещается, мамка-домработница. Если у вас это на первом месте, это тоже провал, потому что пропадает секс, вы мужчине перестаете быть интересной, его потребности не закрываются, те потребности, которые закрывались по началу отношений, когда он был вами очарован. Поэтому это тоже не вариант. Самый классный вариант, это когда я, первая буква в алфавите, вы сами у себя на первом месте, когда вы увлечены каким-то делом, не ставя это во главу угла, да, а как часть вашей жизни, и при этом определить для себя, на каком месте для вас отношения с мужчинами, отношения с мужчиной. Если вы хотите разобраться, как сделать так, чтобы мужчина брал на себя 100% финансовую ответственность в отношениях, если вы хотите разобраться, как попытаться, чтобы муж таким стал, либо же, если вы хотите разобраться, как привлекать такого уровня и качества мужчин, и чтобы не просто их привлекать, а чтобы они видели в вас классную женщину, какую работу над собой нужно проделать, чтобы мужчины видели в вас лучшие качества, и чтобы ваши лучшие качества, которые уже в вас есть, влияли на результаты вашей жизни, На результаты в финансах, на результаты в отношениях, на результаты в целом на вашем ощущении от этой жизни. Прямо сейчас под этим видео кликайте по ссылке и записывайтесь на бесплатные вебинары «Мужчина. Честная инструкция по применению. Без драм и манипуляции». Если это видео было полезно, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, пишите комментарии и до встречи в следующих видео. Пока! Продолжение следует...